Если ломать будет, никто не даст здесь ломать. Ни один дом. Народ встанет против власти, получается. Со своего дома не уйду. Пускай меня там зароют. Пускай придут трактора. Я со своего дома не уйду. Жители Семендера намерены держать оборону ото всех, кто посягнет на их очаг. И против колоссальной, по их мнению, несправедливости. Почти 200 домов на окраине поселка ровно выстроены в одну линию. В параллель им через 25 метров протянут 8-километровый газопровод. Тот самый камень преткновения и источник всех бед жителей улицы Земцова. Объект опасен. Строительство на территории 100 метров от него незаконно, считают в Газпроме Трансгаз Махачкалы. Но местные жители об этом узнали лишь два года назад, в то время как живут здесь уже не один десяток лет. Куда сейчас должен вот этот народ весь идти? Куда с детьми, с инвалидами? Куда они должны пойти? Вот пускай скажут нам. Или возместят ушедр, или пускай их трубу Газпром не такой беды. Пускай глава администрации теперь думает, почему они вот такую вещь сделали людям. По крупицам собирала деньги, купила участок. Это построила дом. Этот дом мне очень нелегко дался. Я его в течение 10 лет построила. Почему же тогда нас не предупредили, что нельзя покупать здесь земли, что это незаконно? Почему они сейчас все на нас сваливают, на простых людей? Почти все жители поселка собирали деньги на жилье долгие годы. Никто, по их словам, строительству домов на этой территории не препятствовал. Теперь же документ из суда требует, чтобы местные жители не только снесли свои дома, но и сами организовали весь процесс демонтажа. И все это при том, что никакого возмещения убытков не предполагается. Возмущена таким положением дел и Джамиля Магаева. Она уверена, с документами на ее дом все в порядке. Значит, дом построен законно. У нас есть абсолютно все документы. Обналичен материнский капитал. Материнский капитал, чтобы обналичить на улучшение жилищных условий. На зеленку мы все эти документы, то, что сдавали, они проходят проверку в Москве, в главном центре пенсионного фонда, как известно. Это подтверждение того, что наши документы являются законными и подлинными. Прокуратура Республики Дагестан с Дуну обращалась. Ну, одни отписки, понимаете, то, в 2019 году, что предусматриваются средства переноса для труб, потом в другом письме нет средства. Чтобы узнать, как дома появились в запретной для строительства зоне, мы обратились в администрацию Махачкалы. Сотрудники мэрии сейчас активно занимаются разбирательством проблемы. Они пытаются выяснить, когда был построен газопровод и что с тех пор изменилось. ООО «Газпром», «Трансгаз», «Махачкала» и «Останин». Мы запросили, чтобы дали нам и схему прохождения трубы, и как она у них проходит, и давление какое там, и охранная зона какая, и документации, когда это все разрешительные документации, когда они это было построено. Выяснилось, что в запретную зону попадают и участки за Семендером. Они также были выделены под ИЖС, еще не застроены, но уже попали в зону отчуждения. Сурхай Сурхаев предполагает, что произошло это по причине смены нормативных критериев расстояния от газопровода, на котором должны находиться дома. Когда эту трубу устроила, может быть, 10 метров, 15 метров была охранная зона, сегодня уже 25 метров. То есть, за сколько времени? 92-го года пошло, уже почти 30 лет. За это время, возможно, что требования изменились. Ну, будем разбираться, да? Так или иначе, выяснением всех причин произошедшего уже занимаются и займет это до двух недель. Далее, по словам чиновника, удастся понять более детально, по чьей вине жители оказались в смертельной ловушке.